друзья а давайте-ка установим windows 11 на старый ноутбук вы на канале учите компьютер вместе с нами если вам сильно повезет то мастер обновления windows 10 сам предложит вам перейти на более новую систему кнопка пуск настройки обновление и безопасность как видите все последние обновления у меня установлены но перейти на windows 11 на автомате мне никто не предлагает не будем отчаиваться и обратимся к сайту microsoft ссылку на эту страницу я оставлю в описании к видео и так нам доступны три варианта установки первый способ мы скачиваем соответствующий мастер и установка начинается немедленно второй способ создается установочная флешка или диск с помощью которых можно либо переустановить либо выполнить чистую установку windows 11 с нуля и третий способ где вы можете создать загрузочный носитель то есть такой диск с которого сразу же можно загрузиться ну что начнем самого простого первого варианта давайте посмотрим что нам хотят сообщить и так нам обещают что мы действительно сможем обновиться с windows 10 до windows 11 также настоятельно вам рекомендую ознакомиться с системными требованиями характеристики моего ноутбука вы можете видеть на экране и так у вас как минимум должен быть двухъядерный процессор с частотой не ниже 1 гигагерца 4 гигабайта оперативной памяти системный диск 64 гигабайта и больше а также включенный модуль tpm относительно модуля tpm если ваша материнская плата его поддерживает то включается он биосе зависимости от производителя в каждом конкретном случае это делается по-разному предварительно мы видим что все системные требования соблюдены но не все так просто давайте загрузим приложение для проверки совместимости и посмотрим что оно покажет ждем пока скачается и запускаем принимаем условия лицензионного соглашения установить готово программа запустилась переходим к ней и нажимаем кнопку проверить сейчас и тут меня ждал неприятный сюрприз оказывается мой пятилетний процессор не поддерживается windows 11 со всем остальным оборудованием проблем не обнаружено вот такая двоякая ситуация с одной стороны минимальные требования удовлетворены а с другой процессор не поддерживается поэтому я решил вернуться к сайту и продолжить установку первым способом скачиваем мастер и запускаем его увы чудо не произошло установка невозможна но вы же не за этим сюда пришли мы должны его победить переходим ко второму способу для этого нам понадобится флешка размером не менее 8 гигабайт подключаем ее и скачиваем мастер создания установочного носителя запускаем как минимум никто не ругается поэтому с радостью принимаем условия лицензионного соглашения выполняется подготовка звучит оптимистично далее нам разрешают выбрать язык и съемный диск с которым мы будем работать не прошло и полчаса как скачивание завершилось следующие 15 минут создавался носитель ну что процесс создания флешки завершен давайте зайдем мой компьютер и сразу же запустим установку пока все идет по плану система получает обновление несмотря на то что мы только что и и скачали после перезапуска она снова захотела проверить мой компьютер на совместимость процессор не поддерживается замечательно это уже становится интересно по той простой причине что не каждый пользователь меняет свой компьютер каждые три-четыре года как оказалось на сегодняшний день microsoft дает полностью легальный способ как обойти эти ограничения ссылку на эту страницу я также размещу в описании к видео для этого нужно внести небольшие изменения в реестре нажимаем на клавиатуре одновременно windows r и запускаем редактор реестра далее переходим в раздел hk local machine system setup mo setup добавляем здесь атрибут заданного типа и имени присваиваем ему значения 1 вот и все редактор реестра нам больше не нужен снова открываем нашу флешку и запускаем установку системы сначала все идет как обычно принимаем лицензию и получаем обновление система сообщает нам что компьютер не соответствует минимальным требованиям принять установить наконец-то синий экран но не экран смерти а установки windows 11 если у вас на компьютере установлен жесткий диск а не ssd то можете смело заняться своими делами на часок-другой потому что установка идет очень медленно что я увидел конечном итоге установлены windows 11 мой рабочий стол со всеми ярлыками новое меню пуск и все мои программы которые автоматом экспортировались из windows 10 как видите хром тоже запустился без проблем окно настроек системы теперь имеет обновленный внешний вид контекстное меню рабочего стола тоже преобразилась что понравится не каждому а вот так теперь выглядит обновленный мой компьютер как видите по внешнему виду изменения коснулись всего пока я не могу сказать было ли это обновление удачным с первого взгляда кажется что все нормально хотя как мы все понимаем такого не бывает надеюсь что вам было полезно и интересно и не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал